Значит, из истории вопросов, значит, примерно два года назад Росатом была стремулирована программа развития аддитивных технологий Росатома, где целью было поставлено к 2018 году сделать полный цикл всех аддитивных технологий. Значит, вот на сегодняшний момент эта установка для лазерного сплавления металлических порошков с размером зоны 550 на 550, значит, с собственным программным обеспечением, которое позволяет вносить, менять конфигурацию, делить на слои, задавать программу. Значит, соответственно, вот вы видите, как питатель с порошком ходит по этой самой зоне. Это, конечно, не промышленный объект, потому что в него не интегрирована стойка управления, но предполагается, что она туда будет интегрирована, место, по крайней мере, там, где у нее есть. Вот, собственно, мы сейчас вводим некую программу, в которую увидим, что будет строиться. То есть управление процессом идет, на самом деле, прямо на оперативно. То, что мы видим, это пока одна лазерная система, сейчас я расскажу о том, какие перспективы есть. Ну и вот, мы специально для нашего мероприятия позволили себе на порошке из нержавеющей стали изобразить такие вещи. Да, спасибо. Значит, давайте презентацию теперь. Буду очень кратко. Значит, на самом деле, мы прекрасно понимаем, что вот аддитивные технологии, как способ получения, прежде всего, изделий... Где-то направляем. Значит, мы провели оценку рынка и полагаем, что вот аддитивные технологии, по сравнению с другими направлениями традиционными, будет развиваться значительно серьезнее. Значит, ну и прежде всего следует говорить о том, что, конечно, соотношение капиталов вложений в строительство производства по аддитивным технологиям, по сравнению с традиционными машиностроительными технологиями, действительно практически обратно. Вот соотношение опекса к капексу такое. И вторая вещь – это коэффициент использования материалов, как вы знаете, наверное, все, в современном, ответственном машиностроении, стоимость, собственно, материалов достигает уже десятки тысяч долларов, условно говоря, за килограмм. И, соответственно, иметь выход годного там в десятки процентов – это совершенно невозможно. Кроме того, возможность вести процесс, вот, возможность вести процесс, прежде всего, немногостадийно, одностадийно означает свободу от квалификации персонала. И, тем не менее, на сегодняшний момент мы понимаем, что это означает, что куда более высокие требования будут к системе контроля технологических процессов. И на сегодняшний момент единственный вызов, который мы для себя понимаем, он и для нас, и для конструкторов, прежде всего, это отсутствие материаловической базы, то есть нет связи между теми технологиями, которые, режимами, которые используются на установках и свойствами, которые получаются устойчиво на продукцию. Значит, тем не менее, очень важный момент следующий, что вот уже прогнозируется рынок… Сейчас я прошу прощения и для чего-то переспечиваю. Да. Вот так. Заработывались. Значит, вот вы видите рынок, который к 2025 году прогнозируется как 52 миллиарда долларов, и при этом эффект от влияния этих технологий на общий рынок превысит величину в 10 раз больше, то есть 500 миллиардов долларов. Поэтому вот быть технологией вне подобного рынка является абсолютно невозможным для нас. Соответственно, мы анализировали рынок, здесь видно, с какими скоростями растут технологии металлические, пластиковые и другие. Соответственно, металлические технологии на сегодняшний момент растут куда более с высокими темпами. Значит, соответственно, мы выбрали для себя, прежде всего, объект, который работает именно на металлических порошках, имеет высокую производительность, со встроенными автоматическими возможностями. Значит, вот очень важная, тем не менее, вещь – освоение технологий. То есть, мне следует думать, что владение 3D-принтером означает, что мы овладели, собственно, технологией. Значит, мы понимаем, что это, прежде всего, совокупность четырех вещей. Это, собственно, материалы, которые должны соединяться в процессе, скажем, лазерных… Ну, не знаю, получится, значит, не получится. Значит, второе – это, собственно, технологии, которые включают в себя оборудование, режимы управления. Далее – это, конечно, вопросы конструирования, прежде всего, которые основаны на базе данных по материалам на испытаниях и нормативной базе. Ну, и последнее – это, получается, ресурсное изделие. Ну, не знаю, что-то не хочет. А, вот, заработало. Заработало. Значит, вот в результате вроде как должно из этих совокупностей вот получиться некое ресурсное изделие. Значит, исходя из этого, на сегодняшний момент реализуется проект. Одним из этапов было создание вот прототипа, которая, работоспособность, которую вы уже видели. При этом сразу хочу сказать, если западные… Это не аналог западной машины, не разобранной и воспроизведенной здесь. Значит, мы пошли путем совершенно, на наш взгляд, обоснованным, но правильным. Значит, мы построились, понимая, конечно, в какой путь прошли, так скажем, международная компания, какая, в принципе, архитектура была, какие основные элементы здесь были. Значит, поэтому мы каждый из узлов, собственно, делали сами. И на сегодняшний момент мы очень хорошо понимаем, какие сложности, какие возможности, прежде всего, есть у нашего агрегата. Значит, поэтому к 2017 году тот агрегат, который будет уже сделан как промышленный агрегат, он будет иметь высокую производительность. Значит, обратите внимание, что скорость построения будет более 30 кубических сантиметров в секунду. Значит, цена этого принтера будет примерно в полтора раза меньше, чем поставляемая такой же конфигурацией на сегодняшний момент на наш рынок. Обращу внимание, что это будет промышленный принтер, это не лабораторные вещи, то есть это принтер, который может работать, скажем, с высокой производительностью и без отключений, фактически, на проведение регламентных работ в микрорайоне. Значит, затем это точность построения деталей в соответствии с квалитетами в зависимости от заданных от 6 до 14, и с шероховатостью поверхности до 1, это важно. Значит, на сегодняшний момент мы, помимо всего прочего, сумели сформировать финансовую, так скажем, модель, финансовую составляющую этого процесса, который включает в себя не только финансирование со стороны Росатома, но и финансирование со стороны наших министерств, прежде всего Министерства образования, что существенным образом нам, так скажем, поправляет финансовую картину и возможности нашей реализации. Так, значит, вот та машина, которая будет перспективная, о которой мы говорили, значит, будет включать в себя, прежде всего, два лазера, что повлияет на производительность, то есть один будет оконтривать детали, другой заниматься построением внутренним, значит, это будет очень высокая зона построения, до 80 000 кубических сантиметров, высокая скорость построения и, самое главное, возможность использовать одновременно порошки двух разных составов, то есть будет иметься возможность получать совершенно уникальное сочетание свойств на этом тренинге. Значит, ну, это вот характеристики той машины, которую вы уже видели, сейчас мы с экономом просто пролеснем. Это вот как она выглядела на этапе конструирования, это как она выглядит вот изнутри и, соответственно, в конечном виде. Это вот как выглядят элементы моделей, которые есть, которые, как я сказал, позволяют и нарезать, и размещать на рабочем столе, и визуализировать ошибки и каждый слой, ошибки построения и каждый слой построения. Значит, вот на этом моменте хочу тоже остановиться, значит, вот в развитии того, что говорил в НИЭФ, значит, мы предполагаем, что составной частью этого процесса является еще и создание актуального принтера. Конечно, мы предполагаем, что мы не будем для отработки технологий проводить каждый раз прямой физический эксперимент, и мы работаем в очень тесном контакте, и, соответственно, предполагаем, что вот примерно в тот же самый момент времени, когда мы получим и промышленную установку, в конце 2018 году мы будем иметь и виртуальный принтер, который будет позволять моделировать все эти технологические процессы. Значит, на сегодняшний момент теперь еще чуть-чуть я коснусь вопросов получения материалов, значит, параллельно с конструированием решались вопросы обеспечения материалов в двух направлениях, это на основе титана и на основе условно нержавеющей стали, я сложных композиций буду пролистывать. Самый главный вопрос стоит в следующем, что технологически на сегодняшний момент решен вопрос первое, получение соответствующих размеров, то есть 20-40 микрон. Вторая вещь – это обеспечение необходимой формы для сыпучести, то есть переноса этих материалов в принтере, то есть они все, сейчас увидите, сферической формы. И последняя, главная вещь, что внутри структура этих порошков абсолютно плотная, то есть никакой порискости там не будет, поэтому при нагреве не будет газообразования и дополнительных дефектов в структуре материала. Поэтому в качестве выводов уже даже не будем больше ничего говорить. Значит, на сегодняшний момент мы имеем, несмотря на то, что начали практически этим заниматься очень, действительно, фактически два года назад, мы имеем на сегодняшний момент работающую установку, мы имеем все основные элементы технологические, которые должны присутствовать в этом вопросе. И вот фактически начинаем отрабатывать и заниматься накоплением материаловической, ну, так скажем, базой обоснований конструкторских разработок. Поэтому самая главная сейчас задача будет это поставить вот эту технологию уже в, так скажем, как реальный объект работы с конструкторами, чтобы они использовали все преимущества этих технологий для создания, ну, деталей и существенного сокращения цикла. То есть вот получение того десятикратного профита, которым я сказал в самом начале, что дает использование этих технологий. Спасибо. Спасибо. Спасибо.